Девушки отдыхают 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 и в белой форме грузинская команда. Опорный полузащитник от фланга опасна Швете. В окружении четырех наших игроков Димитрадзе на фланге навешивает. И гол. Его и его забил Малшак Асутиане. Малшак Асутиане, девятый номер, футболист московского локомотива, который проводит первый официальный матч в составе сборной Грузии. Ничего себе начало для Асутиане, ничего себе начало для нас с вами, дорогие друзья. Я не зря обратил ваше внимание, что наш Швете, конечно, это хороший нападающий, его нужно опекать, но у него бросились сразу четыре игрока сборной России. В результате тот отдал мяч Димитрадзе, которого просто некому было прикрывать. И Димитрадзе сделал выберенный пас, спокойно, не испытывая никакого прессинга. Ну а штрафной в убойной позиции уже был Асутиане, которого тоже не держали защитники. Мандрыгин здесь ни при чем в отчаянном прыжке в правый угол. Он пытался спасти нашу команду, но смотрим еще раз. Вот подача, и где наши? Где наши? Анопка стоял немного в стороне, Нижегородов страховал Мандрыгин на линии ворот. Но, повторяю, все началось с того, что сразу четыре человека пошли атаковать Ашвете. Вот видите Георгий Димитрадзе на ваших экранах. Видно, что в очень хорошей форме и Димитрадзе, и Ашвете. Но Арвеладзе, прилетевший позже других, потому что играл против Селтика за глаз Грэйнджерс. Видимо, он не в такой хорошей форме. Отличная атака, и Симак. Симак мажет, причем самое досадное, что не было там положения вне игры, и можно было забивать. У мяча, друзья, бывший партнер от московского Спартаку, Титофа Оленичев. Удар! Мяч отскакивает от вратаря. И там было нарушение правил со стороны Симака уже. Хотя нет, сначала судья зафиксировал то, что мяч ушел на угловой. Но вот так разыграли, остановил мяч Оленичев для Коряки. Коряка пробил, ломая, сыграл не очень уверенно. Сыграл Ливан с Китишвили. Что хочет начать забивать за сборную, и хотелось бы начать это делать именно здесь, в Тбилиси. Асатиани высокий, смотрите, как спину здорово поставил. Алтонину обходит! Вы посмотрите, как играет этот Асатиани, а? Как прошел он сначала Алтонина, потом Ефтикова. Сделал отличный прострел. Малхас Асатиани, московский локомотив. Здорово забил головой. Может быть, вам запомнил? Вот давайте посмотрим этот проход. Эпизод с участием Асатиани, когда, ну, проигранный локомотивом матч. Смертин молодец в отборе. Идет, 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 идет. Идетов, хороший пас в стенку. И Смертин немножко побыстрее. А так Смертин дал себя опередить от Арухи Занишвили. Хорошая комбинация. Наверное, первая хорошая комбинация. Шла 36-я минута. Спонсор трансляции МакКофе. Официальный спонсор сборной России по футболу. Пиво Старый Мельник. Ну, а как быть, если против него играют такие острые нападающие? Немцадзе подает. И за ссылком бил поворотом Хизанишвили. Второй номер, Зураб Хизанишвили. Он показывает арбитру, что, на его взгляд, Мандрыкин этот мяч задел. Но это было не совсем так, а точнее, совсем не так. Нам показали Бурдулю, но бил-то поворотом Зураб Хизанишвили, подключившийся в атаку. И сейчас нам это покажет повтор. Да, вот увидели. Сначала хороший дебют в Олимпике, потом небольшой спад. Сейчас снова, вроде бы, идет в гору Сычок. Но пока что идет вперед Димитрадзе. Смотрите, какой напор. Наши бросили... Ой, какой это был момент. Наши бросили совершенно одного Ассутиани. Словно заколдовал их Димитрадзе. Рядом с Ассутиани было сразу два футболиста, которые в итоге не смогли разобраться, кому сбить. А Швейте... И уже против швейцарцев играл другой состав, хотя тренер еще был прежним. Ну, а потом ушел Ичевадзе. Ановка? А ведь проиграл Ановка. Борьбу о Швейте. Хорошо вышел Мандрыкин. Мандрыкин показывает, что нужна помощь врача. Рванулся к мечу Димитрадзе. О, неужели травма у Мандрыкина? Ну, не дай бог. Не дай бог. Еще одна замена. Сейчас выходить чужого на поле. Значит, у нас вообще замен больше не останется. Кошмар какой-то. А вот смотрите, борьба. Аж Весе. Ановка и, возможно, сной травмы. Мандрыкин нас спас. Последние годы в истории российского футбола. Ростелеком. Генеральный спонсор сборной России по футболу. Обычно в первом матче команда выглядит очень неплохо. У нас была такая ситуация с албанцами. И вот видите, ситуация повторяется. Я имею в виду, пока что я имею в виду, смену тренера. Тренер ведет. И вот в игре с грузией. Но, внимание. Ановка пошел в штрафную. Подача бьет. Ах! В какой момент бил Кержаков. Очень хорошо принял эту подачу Кержаков. Бил. Ломая спас свою команду. И пришедший в штрафную Ановка добивал. Из Братарской площади. Пытался послать мяч в борота. И не получилось. Выручил свою команду Ломая. Мы увидим еще раз этот эпизод. А вот. Уже сказывается то, что Ановка бросил. Обороняться на какой-то момент пришел в чужую штрафную. Здесь был оголен фланг. Смотрим еще раз. Был рикошет. Ломая спасает. А тут уже Ановка, по-моему, придерживая его руками, оттесняя корпусом, не дал сыграть Каха Каладзе. Вы видели это? Вы это видели? Рати Аликсидзе. Выходит на поле вместо Михаила Швети. 17-й номер. Рати Аликсидзе. Мандрыкин вышел. Сыграл кулаком. Аликсидзе, между прочим, это нападающий Двилицкого Динамо. А вот Демитрадзе. Демитрадзе бросили одного. Нижегородов был на линии ворот. Подстраховывая Мандрыкина. Выручил нас в очередной нас. Виктор Ановка. Угловой удар. Как один оказался. Совершенно один. И вот такой дебют Ива Шушака, хорватского тренера. Сейчас он готов выскочить на поле. Что-то показывает жестами. Мы знаем, что он не говорит ни по-английски, ни по-грузински. Немного может общаться на русском языке. Но сейчас все понятно и без слов. Нужно протянуть время. Спокойно подержать мяч. Это нужно грузинским футболистам. Потеряли. Симак. Ну шанс. Кержаков. Нет. Передачу Кержакова Симаку. Прервал грузинский футболист. И все. Поражение сборной России со счетом 0-1. Этот единственный мяч на 11-й минуте забил Молхав Асусяне. Но справедливости ради я должен сказать, что моментов не было, практически не было у ворот Георгия Ломая. Может быть, один, так, 90-процентный момент, когда шел на добивание Анопка. И тогда грузинскую команду спас Каха Каладзе. У наших ворот моменты были. Грузинские футболисты выходили один на один с Мандрыкиным. Били мимо ворот. Могли забить еще. Сегодня не может быть претензий к судейству. Хорошо провел матч немецкий судья ВАГ. Мы проиграли. Мы остались на втором месте в группе до поры до времени. У нас 6 очков. У швейцарцев 8. Грузины догнали ирландцев, заработав 3 очка. На этом я заканчиваю прямую трансляцию Первого канала. Увы, мы снова проиграли. Будем надеяться на следующий матч со швейцарцами в гостях. Вел репортаж Диктор Гуси. Всем хорошего. Будем надеяться на лучшее. Берегите себя. Берегите себя.